Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести в Карачаево-Черкесии. Сегодня состоялась 59-я сессия депутатов регионального парламента. Для шестого созыва это заседание было последним. Уже в сентябре пройдут очередные выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии. Депутатов за совместную плодотворную работу поблагодарили. Глава Республики Рашид Тимрезов и председатель парламента Александр Иванов. Подробнее о последней для нынешнего состава депутатов сессии в сюжете Артур Амкцем. Завершающая для депутатов регионального парламента шестого созыва сессия началась с минуты молчания по жертвам Севастополя, Махачкале и Дербенте. Далее представителей Народного собрания поблагодарил за эффективную законотворческую деятельность глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Я хочу каждого из вас поблагодарить. Многие из вас знают лично. И самое главное, что каждый из вас продолжит свою деятельность во благо развития нашей правдой Карачаево-Черкесии в составе нашей великой страны. В свою очередь спикеры республиканского парламента Александр Иванов отметил, что деятельность депутатов шестого созыва проходила в уникальных условиях, захватив и период ковидной пандемии, и более двух лет специальной военной операции в новых российских регионах. Вместе с исполнительной властью была продолжена уже отложенная работа по реализации национальных проектов в различных сферах деятельности. И все это направлено на повышение качества жизни наших граждан. Затем депутаты заслушали отчет председателя правительства республики Мурата Аргунова, который рассказал о результатах деятельности исполнительной власти за прошлый год, начав с мер поддержки участников специальной военной операции. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии принято и действует 43 региональные меры поддержки. В первоочередном порядке мы полностью внедрили федеральные стандарты из 20 мер поддержки. В дополнение к нему, благодаря совместной работе парламента и правительства республики, установили еще 23 региональные меры поддержки. С начала проведения специальной военной операции от членов семей участников ИСФО мы получили 15 тысяч обращений. Руководитель правительства детально остановился на большинстве направлений, отметив существенные успехи в таких сферах, как агропромышленный комплекс, строительство, туризм и ряд других. Депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру на должность мирового судьи в одном из районов республики. Одобрили изменения в региональные законодательные акты в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная политика. Так, в соответствии с федеральной инициативой был принят закон, призванный помочь с трудоустройством некоторым категориям населения. Данным законом предоставляется возможность детям-сиротам и, особенно подчеркивается, детям с ограниченными возможностями пройти повторное обучение для получения рабочих специальностей, необходимых для наших предприятий и производства. Следующее заседание регионального парламента пройдет уже при участии депутатов седьмого созыва. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в общественной палате Карачаева-Черкесии прошел круглый стол. Участники встречи обсудили вопросы предупреждения о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории республики. В работу совещания, помимо представителей службы экстренного реагирования и руководителей муниципальных отделов гражданской обороны, активно включились депутаты Народного собрания, делегаты от общественных организаций, а также предприятия аграрно-инфраструктурной отрасли, сектора страхования. На повестке были проблемы совершенствования мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечения противопожарной безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке, обнаруженной в пойме реки Кубань, вблизи аула Псыш, в правоохранительные органы сообщил местный житель. Экстренно прибывшие на место специалисты Росгвардии идентифицировали предмет как снаряд минометной установки времен Великой Отечественной войны. Группа разминирования ОМОН «Мустанг» уничтожила боеприпас на месте накладным зарядом с соблюдением мер предосторожности. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. Воздуха ночью плюс 10, плюс 15, в горах местами плюс 3, плюс 8, днём плюс 21, плюс 26, в горах местами плюс 12, плюс 17. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти 6,11 метров в секунду. Днём порывы 12,14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днём плюс 24, плюс 26 градусов. Ожидается высокая пожароопасность. В Черкесске впервые состоялся концерт Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Он проходил в рамках всероссийской акции «Беречь Россию долг и честь». О пограничной службе и защитниках рубежей нашей страны в песнях, танцах, выставках, книг, амбундировании и современного оружия российского производства. Но главным оружием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России является талант и жанровое разнообразие. Когда зрителю трудно оторвать взгляд от народных танцев, показывающих широту и удаль русской души. Поставленных главным балетмейстером ансамбля, народным артистом Российской Федерации Геннадием Минхом. Когда зал замирает, слушая неповторимное многоголосие хора. Эксклюзивно для нашей республики была подготовлена песня «Порушка параня». Соло на бубне исполнил Александр Бериндий, главный хормейстер певческого коллектива Максим Попов. Считает главной задачей зарядить зрителей позитивными творческими эмоциями. Свои музыкальные номера на протяжении всего концерта зрителям дарили солистки Еленогорска, Александра Трошкова и другие исполнители. Сегодня в Государственной филармонии Черкеска состоялась торжественная церемония вручения документов об образовании выпускникам колледжа, индустрии, питания, туризма и сервиса. Радостное и волнительное торжество прошло в теплой дружеской атмосфере с торжества. Кульминация праздника – вручение заветных корочек. 137 выпускника стали обладателями дипломов колледжа, индустрии, питания, туризма и сервиса. В республике резко возросло число квалифицированных работников в сфере туризма и услуга. Об этом можно говорить смело, так как колледж считается лидером в системе среднего профессионального образования Корчаева-Черкесии. Обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Руководитель колледжа Виктор Китау поздравил и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в успех студентов. Выразил гордость за своих учеников и пожелал им удачи в будущих начинаниях. Еще он рассказал, что в настоящее время одним из наиболее заметных инноваций последних лет является использование технологий в сфере туризма и услуг. А 1 сентября впервые в республике на базе колледжа открывается образовательный кластер. В сентября открывается образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором работодатель становится одним из главных звеньев во всем процессе подготовки кадров. Это стало возможным благодаря поддержке высшего руководства нашей республики, лично Рашиду Борисбеевичу Тимрезову и министру образования Инна Владимировна Кравченко. И я хочу им сказать очень большое спасибо. За годы обучения в колледже выпускники проявили себя как талантливые и трудолюбивые студенты. Успех неудивителен, так как создание комфортных условий обучения считается главным в образовательном процессе. Потому как именно в таких условиях студент чувствует свою успешность и интеллектуальную состоятельность. В итоге процесс обучения дает хороший результат. Это отметили и гости торжества. Депутат Народного собрания Алексей Ганшин и заместитель министра образования и науки республики Заира Карасова. Работодатели, с которыми сотрудничает колледж, также приняли участие в церемонии. Они подчеркнули высокое качество подготовки специалистов и выразили надежду на продолжение сотрудничества. Одна из них – Фатима Исламова. Мы работаем более 30 лет. 30 лет. Колледж индустрии питания очень высококвалифицирован, педагогический состав. Во главе Виктор Абдуллахович Китав, очень классный руководитель, хороший, мощный менеджер. И детей, соответственно, готовят профессионально. Они их обучают, дают теорию. А мы уже на практике обучаем, как правильно работать, как входить в жизнь. Все нарядные. Букеты цветов и их аромат перемешался с легким волнением, немножко грустью и радостью, как выпускников, так и их преподавателей. От того, что лекции, практика, зачеты, экзамены позади. А впереди новые горизонты и достижения. Амалия Датхуддаева – одна из лучших студентов колледжа. Сегодня ей вручили диплом с отличием. По специальности повар-кондитер, повар-технолог. Обучалась в этом колледже 4 года. Это было мое самое лучшее решение, наверное, в жизни. Наши преподаватели, они такой труд в нас вложили. Просто колоссальная работа над нами. Спасибо отдельно Виктору Абдуллаховичу, директору нашему колледжу. Любые мероприятия, любые там инициативы, он все поддерживал. Повара – это всегда заработок, я считаю. Даже у нас в республике мы проходили практику в разных местах, ездили даже в Архиз. Я очень довольна, знания дали хорошие. Церемония вручения дипломов стала ярким завершением учебного года. Выпускников на протяжении всего праздника радовали выступления артистов в Государственной филармонии. Альбина Ланкова, Михаил Каракелян, Вести, Корчаево, Черкесия. Народные гуляния и скачки, посвященные празднику Курман-Байрам, прошли в ауле Псаучедахи. Последние несколько лет такой формат празднования стал традиционным благодаря инициативе членов общества всадников Шухасы и отзывчивости самих жителей аула. Присоединилась к гуляниям и Фатима Даурова. Субботнее утро жители аула Псаучедахи и близлежащих поселений встретили в приподнятом настроении. А все дело в том, что на их территории проходят народные гуляния, посвященные празднику Курман-Байрам. Для каждой категории присутствующих предусмотрены разные конкурсы, игры и состязания. Ну а главное зрелище, которое все ожидают, это, конечно же, скачки. Один из самых любимых праздников мусульман – Курман-Байрам, в котором также плавно соединяются обычаи и традиции жителей Кавказа. Этот праздник перенёс в себе через года и столетия архаичные обряды, двухсплочённости и единства, оставляя яркий след в истории многих народов. Таков он и сегодня. Согласно обычаю, место проведения состязаний и народных гуляний выбрали старейшины села – Аксакалы, Саучедахи. Для будущих поколений, чтобы они знали, откуда тысячелетиям мы идём и куда должны прийти вместе со своим человечеством. У нас длинная, глубокая, богатая история. И это утерять не надо ни нам самим, ни вообще человечеству. Люди приходят пешком, приезжают на машинах и, конечно же, на лошадях. Заблаговременно подготовили скаковую дорожку, очистили от камней и подготовили для проведения скачек. Специальные техники орошают круг перед началом забегов. Наездники настраивают себя и своих скакунов на победу. И вот объявлен старт конных скачек, который все ждали с таким нетерпением. В программу входило 9 заездов на лошадях кабардинской, чистокровной английской пород и находцев. В первых заездах на дистанцию 1200 и 1600 метров на лошадях кабардинской породы победу одержали Зуберджи Бабов на скакуне Амур и Султан Кулов на своём жеребце Черкес. Они заворожили зрителя бескомпромиссной борьбой и грациозностью лошадей. За победные места наездники были удостойны разными призами, самыми главными из которых стали молодая поросель кабардинских жеребцов и барашки. Эмоции, что сказать. Конечно, хорошие. Долгое время тренировали и труд оправдался. Какой скакун тебя проявил? Скакун проявил себя, мошел. Гвоздём заезда и находцев на дистанцию 3600 метров стала яркая и непредсказуемая победа. Елизавета Чеботарёва и её друг французский рысак со звучным именем Эдельвейсин оставили далеко позади соперников в своём забеге. Тандем человека и его питомца завязан на глубокой привязанности чувства абсолютного доверия и любви. Доверие. Азарт. Он доверяет, я доверяю. Как одно целое. Едем, поступаем. Вот выиграли. Вы рады? Да, конечно. Там со слезами на глазах уже манишировали. Дистанции сменялись одна за другой. Жакеи проявляли мастерство наездничества, а их скакуны – скорость и быстроту ног. И на всю эту красоту сверху наблюдал парящий в небе орёл, как бы оценивая происходящее. Идеальная картина гармонии и единения с природой. В перерывах между забегами проходили спортивные состязания среди зрителей. Перетягивание каната, стрельба из лука. А для совсем маленькой возрастной категории были предусмотрены игровые площадки, где детвора вдоволь порезвилась. На кострах подходили к готовности разные блюда. Традиционный наваристый бульон с мясом, рассыпчатый узбекский плов и пирожки с сыром ждали всех, кто проголодается. Впрочем, голодным никто не остался. Праздник удался на славу. Фатима Дорова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!